Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, и сегодня решил я сделать такое познавательно-развлекательное видео, хотя скорее полностью развлекательное, по поводу классов игроков Warmart Warfare. Конечно же, это может немножко не совпадать с реальностью и все это преувеличено, но делается это исключительно веселье ради, и все равно я уверен, вы встречали таких индивидов в бою, и разумеется, это не полный список, а просто несколько таких людей, которые я выписал, несколько классов людей вернее, если вам будет интересно, и если вам это понравится, то поставите большие пальцы вверх, я это увижу, и мы с вами продолжим разбирать рандом и комьюнити Арморт Ворфер. Ну что ж, а теперь погнали! Итак, первый игрок это Лоурайдер, или Педобир, как его еще можно назвать. Думаю, из-за самого названия класса все более-менее понятно. Я тут приписывал способности и ульты, так скажем, этим игрокам, которые могут проявиться иногда, но, собственно, главная способность данного класса, это сливаться подчистую на высоких уровнях, начиная с семерок, и при этом люто нагибать на какой-нибудь лавке 150-90, или других имбо-машинах 2-3 уровня. Ну, просто привыкли люди к песку, и в этом нет ничего плохого, однако их скилл оставляет желать лучшего, если они выбираются куда-то наверх. Они очень люто бомбят с этого, но сами ничего не могут поделать, и, в общем-то, продолжают приносить пользу команде, но только там, где они используют лавку 150-90. И ульт, разумеется, просто затащить бой в одно рыло, даже если вся команда слилась, но при этом они могут с нулем урона слиться на восьмерке-девятке, и от этого никто не застрахован. Причем делают они это регулярно, если они вообще до них решили докачиваться. Некоторые решают просто остаться на данном уровне. Идем далее. Второй класс я назвал Нытик. Ну, здесь тоже по названию все более-менее понятно, и я уверен, вы таких встречали. С самого начала боя он хочет слиться и испортить игру другим игрокам. Думаю, вы не первый раз видите в боях, когда кто-нибудь на какой-нибудь ББМке влетает по центру, сливается и начинает писать в чат всякие гадости, при том, что, в общем-то, он сам в этом был виноват. И даже если он выживает, то ульт у него проявляется, ну, крайне специфично. Если он выживает после такого неудачного маневра или еще какой-то другой проблемы, то он может вообще убиться сам или убить, например, вас. Просто за то, что вы стояли с другой стороны ангара, но каким-то волшебным образом его либо подперли, либо не помогли, либо сделали еще что-нибудь не так, хотя, в общем-то, вы не делали ровным счетом ничего, что могло бы помешать ему играть. Но бывают и такие люди немножко неадекватные. При этом с такими, конечно же, лучше не общаться, и вообще чат я, например, в игре выключаю. Третий класс игроков, который я определил, это посредственность. Здесь ничего абсолютно необычного. Обычный, обычный, обычный серый мышь, которого можно встретить в рандоме. Играет либо стабильно плохо, либо нормально. Надеяться на него можно только как на среднестатистического тиммейта, который набьет хотя бы тысячу-полторы-две урона, ну, если брать средние левела, конечно же. И при этом как бы он может быть чуть-чуть полезен, но большего, увы, из себя он не покажет. Его ульт это выбиваться на высокие левела и там продолжать играть так же хреново, или потихоньку становиться нормальным игроком, и уже, конечно же, перерождаться, как гусеница в бабочку, и переходить в какой-то другой класс. Но, опять-таки, это случается довольно редко. Если такой игрок, в принципе, докачивается до средних уровней, он уже проявляет силу воли, а если докачивается до высоких, то там перерождение просто гарантировано. Это как настоящие буддисты, можно сказать, обещают. Далее, конечно же, четвертый класс, это познавший дзен. Это очень своеобразный вид игроков, который использует подсмотренные в гайдах тактики, и потом удивляется, почему те, блин, не работают после обновления. Или почему вот этот танк вдруг не пробивается, его же вроде не трогали, но просто я забыл посмотреть патчноут. В общем, с такими тоже лучше особо не пересекаться, потому что они любят каких-нибудь ютуберов некоторых, и могут люто вас обосрать, если вы не придерживаетесь их лагеря. И при этом, разумеется, все, что советуют те им, они будут использовать, даже если это полнейшая хрень. И, в общем-то, ничего плохого тоже в этом нет. У людей могут быть свои, собственно, мнения. Но такие индивиды, конечно, для игры могут сделать как хорошее, так и плохое, зависит от того, у кого они учились. Ну и, конечно же, их ульт, это просто люто обосраться в каком-нибудь раше, или засорить чат воплями о том, что его там бросили на фланги, и он один там пытался по тактике тащить, но никто не помогал, ко-ко-ко, и, в общем, все плохо, в результате вы не смотрите его, и вы ничего не знаете в игре, короче. Пятый класс — это откровенный дебил. Такие тоже встречаются, и причем не так уж редко, судя по, например, сегодняшним, так скажем, денькам, которые пошли с акциями. Этот может запросто перекрыть вам дорогу, притереться, начать огонь по союзникам, либо он просто новичок, который вроде как уже не новичок, отыграл там тысячу-две боев, но играет настолько плохо, еще и при этом срется, что, ну, кроме как откровенным дебилом, его никак и не назвать. И его ульт — это, конечно же, тимкил, и с этим, в общем-то, ничего не поделать. Если вам понравилось данное видео, то ставьте большие пальцы вверх, и мы продолжим данные не топы, а просто перечисление классов в таком формате. И всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, и пока-пока. Увидимся на полях сражений!